Друзья, всем привет. Мы снова в эфире. И у меня в гостях Сеяр Куршутов, бизнесмен и влиятельный человек, поскольку он настолько влиятельный, что ведущие телеграм-каналы начали размещать против него различные информационные кампании. Уже вроде бы закончили. Добрый день. Да, но тем не менее в узких кругах они вызвали резонанс, потому что тебя там обвинили в курировании, то ли создании, то ли в курировании теневого штаба контрабанды. И, соответственно, вопрос. Ты какое отношение к этому имеешь вообще? Ну, какое-то информационное с легкой руки каких-то анонимных телеграм-каналов. Не хочу называть помойками ресурсы, на которых подписаны десятки, сотни тысяч людей. Но по факту, в отношении меня, ну это в чистом виде клевета. Более того, какой-то интернет-сайт, там я не хочу даже рекламировать, называть название, долларов за 500 тысячу взят у пока еще действующего сотрудника таможни. Я знаю, кто это заказал. Не понимаю зачем, но знаю кто. Разместил ерунду какую-то. Кто-то порылся в моих перелетах по гранд-базе, рассказал, что я летаю в Минск. И, значит, я летаю в Москву. Ну, у меня жена гражданка Белоруссии. Теща любимая в Минске. Ну, я летаю в Минск по 20 раз в год. В Москве я не был много-много лет. Лет шесть, семь. Поэтому, ну, будем разбираться. На издание подам в суд. Буду судиться также с провайдером, чтобы сняли это издание из хостинга, какой-то, ротация. Да, ты знаешь эти нюансы. Я не знаю, но вот юристам уже поручил. Пару дней назад написал заявление в правоохранительные органы и попросил своего адвоката написать запрос в пограничную службу. Каким образом мои личные данные о моих пересечениях границы появились в интернете. Да, и пусть отвечают, ребята. Пусть как-то это объясняют. Если у нас погранслужба занимается подобной ерундой, будут отвечать. Если у нас издания могут просто взять с кого-то 500 или 1000 долларов и писать всякую ерунду. Слушайте, про меня много лет это пишут подобным образом. Мне надоело. Будем судиться, будем заставлять людей опровергать свои публикации. Короче, будем проводить ряд учебно-воспитательных работ. Смотри, мы хорошо с тобой знаем, что... Знаете, я уже сужусь с нардепом Холодовым, пользуясь случаем, передаю этому товарищу привет. И хочу сказать, что очень надеюсь, что вскоре его адвокатам надоест приходить в Печерский суд и рассказывать, что они имеют переноса задания в связи с ковидом. Судья вынесет законное решение, потом мы разберемся с законностью этого решения в апелляции. И кто-то из сторон выполнит решение суда. Надеюсь, что народный депутат извинится. Смотри, я закончу мысль. Мы хорошо понимаем, что когда идут информационные такие кампании, то всегда есть заказчик. А заказчик – это всегда какая-то сила или человек конкретный, который имеет интересы, в данном случае, на той же таможне. То есть кто заказчик, условно говоря? Кого ты подозреваешь? Или же это какая-то группа внутри таможни? Либо это кто-то из крупного бизнеса. Кто это? Смотри, я периодически, то есть ко мне, как человеку из бизнеса и со стороны бизнеса, понимающего, как должна работать фискальная система в принципе, таможни и налоговые, и что там более-менее реально происходит, я более-менее понимаю. Ко мне периодически обращаются различные представители политических, чиновнищих кругов с вопросом, а что там происходит, там просят какой-то консультации и так далее. Ну, я как бы объективно, если это доверительное общение, то я стараюсь как бы помочь рассказать, рассказать какую-то программу необходимых уже, к сожалению, реанимационных действий, которые нужны. В принципе, большую часть этой программы я рассказывал тебе в наших прошлых интервью. Да, больше никакого отношения не имею. Кто заказал, слушайте, ну я знаю, кто заказал. Пусть это останется на совести этих несчастных людей. Абсолютно, ну я не держу зла, но и не завидую. Ну, давайте, ну смысл разбираться в каких-то проявлениях комплексов от отдельно взятых дегенераторов. Извините за мой сленг. Ну, я не хочу просто разбираться, кто заказал. Заказали люди, которые там крадут конкретно, которые в месяц зарабатывают там по несколько миллионов долларов, с кем-то их эфемерным делят, ссылаются на людей, которых они в глаза не видели, и на которых не имеют морального права ссылаться, которые не имеют к этому отношения, на больших людей. А потом, когда выясняется, что они этим занимаются, они пытаются там найти крайнего, разместить против кого-то публикацию. Слушайте, ну хватит уже тырить. Ну, это просто цирк, и не надо там, заказываете вы публикации, не заказываете. Ну, судьба ваша не завидна. Сия, смотри, из твоих слов вытекает, что контрабанда как явление не исчезла, несмотря на то, что у нас там появились инвестиционные няни там, и много чего еще появилось в связи с курсом новой партии власти. Да нет, ну чего исчезла, не исчезла, слушайте, она расцвела бойным цветом. То есть, как бы у нас существует, как бы... Вот у нас, допустим, два года назад, там, в месяц, в Украину заезжало порядка 50 грузовых машин секонд-хенда. А там в сентябре заехало, по моим данным, чуть больше 300 машин. А знаете почему? Почему? Потому что секонд-хендом стали завозить брендовую европейскую одежду, новую европейскую одежду. И вместо там, условно, 30-40 тысяч долларов бюджетных платежей, платят там 3-4-5 тысяч долларов с машинных платежей. То есть, только на этой схеме там в месяц оптимизируются, там, оптимизируются, там, десятки миллионов долларов налоговых поступлений, которые должны быть в нашем бюджете. Поэтому, как бы, можно еще много конкретных примеров привести. Там, про турецкую одежду, которую решили тоже систематизировать завозом. Но, как бы, контрабанды много, но это... Ну, она не выходит на уровень выше, там, грубо говоря, по моим ощущениям, санкций глобальной на это нет. Ни с банковой, ни с Кабмина. Ну, на уровне Минфина, как бы, я так понимаю, была на это санкция, пока об этом не узнали в каких-то других кабинетах. И не настучали по шапке, или как она там получилась, я не знаю. То есть, по сути, контрабанды сейчас, она на таком среднем уровне, да, чиновничества получается, где там вот эти вот региональные таможни, там, или как они называются, они... Да, ну, смотри, там региональные таможни, там центральный аппарат, на уровне, там, директоров департаментов, на уровне руководителя службы. Ну, на каких-то таких уровнях, да, она существует. Но такой санкции, что рыба сгнила с головы, и там первые лица дают санкции что-то контрабасить и заносить им деньги, ну, нет. То есть, как бы, просто не хватает контроля, и не хватает, как бы... нормальных, ну, прозрачных, нормальными намерениями людей на среднем уровне. Какой, как ты оцениваешь, вот, уровень контрабанды в целом за год будет в этом году, да? Ну, опять же, она выросла, да, в объемах. И это мы видим объективно по бюджетным платежам. И люди не пресгуют ничем. Даже вот эта же схема с секонд-хендом, она же, как бы, элементарная. То есть, это просто люди-самоубийцы. Они не должны этого делать таким образом, но все равно делают, и не боятся быть наказанным. Хотя наказать их элементарно. Власть — это следующее через одну, там, срок давности большой. Просто сделает запросы, изымит таможенные декларации, сделает запрос на сопредельную территорию к тем же полякам, к немцам. Те скажут, что затамаживалась там новая одежда, экспортировалась. А к нам заехал секонд-хенд. Ущерб бюджету очевиден, ну и сразу таможенная ОПГ окажется под юридическим уголовным преследованием. Поэтому, ну, это просто безумие в чистом виде, то, что происходит. Ну, это так делать нельзя. Ну, а общий объем ты во сколько оцениваешь приблизительно? Я не знаю, Юр, я не считаю чужих денег. Я ни во сколько общий объем не оцениваю, я не знаю. Я вижу просто визуально по... Каким-то сегментам. По каким-то сегментам, да. Что объем товара без надлежащих таможенных документов, грубо говоря, там в магазинах, на полках он вырос. Да, к сожалению, вырос. Но, конечно, это все десистематизировалось с точки зрения контроля этого. На это действительно не дают разнарядок с Банковой и даже с Грушевского. Поэтому надежда и есть на самом деле, что это в каком-то виде прекратится. Я на это надеюсь. Хорошо. Сейчас вот второй, давай еще один блок рассмотрим. Это вопрос, связанный с ковидом. Потому что сейчас правительство вводит новые ограничения. И эти ограничения опять коснутся значительной части бизнеса. И мы с тобой когда говорили весной, то ты указывал на то, что летом, вот с лета начнется такой удар по экономике. И это будет очень такой серьезной угрозой. Вот у тебя, насколько, ну мы с тобой тогда когда говорили, то ты указывал на то, что у тебя есть там ресторанный бизнес. И как ты думаешь, вот как сейчас вот эта новая волна ограничений, как она будет выглядеть в сравнении с тем, что было весной? И что ожидает бизнес? Насколько считают оправданными эти меры? Ну, ограничения нужны, потому что от ковида умирают люди. Это неизбежно, и никто не хочет, я уверен, что и там основная часть там сообщества ресторатов ни в коем случае не хочет рисковать жизнями людей. Но ограничения должны быть умными. Сегодня есть статистика, в отличие чем эта ситуация отличается от весны, что мы уже знаем, с чем мы имеем дело. Так вот, заразившихся ковидом в заведениях общественного питания аж 3%. У нас закрывают рестораны, но забыли закрыть кинотеатры. Дай бог, чтобы вспомнили закрыть строительные магазины. Да, поэтому у нас как бы много вопросов. Да, ну и если ты что-то делаешь, делай это полноценно. Вы либо ограничите часы работы дальше, там до 8 вечера, до 6 вечера. Я не понимаю логики, почему днем заразиться в ресторане нельзя, а вечером можно. Ну окей, вы так снижаете проходную способность, ну и количество инфицированных среди сегментов эти 3%. Смешного на самом деле. Смешного сегмента. А где, извини, а где основная часть заражается? Я думаю, что в транспорте, я не знаю, надо посмотреть статистику, я ее смотрел, честно говоря, в части ресторанного бизнеса. Да, но самое главное, что и самый главный идиотизм, что пытаются рестораны закрыть на выходные. То есть разорвать производственную цепочку, вы извините, а что мне делать и моим сотрудникам делать с оставшимися в пятницу скоропортящимися продуктами? Кормить наше правительство завтраком в понедельник с утра? Ну что с этим делать? Ну то есть вы же должны реально не добивать своими ограничениями бизнес. На самом деле полный локдаун с минимальной поддержкой, с мораторием на взимание процентов с недвижимости, которая сдается в аренду у ресторатора. И соответственно, чтобы владельцы недвижимости были под мораторием в части взимания аренды с закрытых ресторанов. На самом деле это намного менее болезненная и правильная мера, если нам уж так важно закрыть рестораны. Но поскольку никто об этом не думает, будем приспосабливаться к тем условиям, которые нам создает наша доблестная власть. В целом это все идиотично. Последний вопрос. Смотри, в логике ущерба от этого новых ограничений. Как ты думаешь, какой будет ущерб? Потому что реально сейчас намного больше людей болеет. И по всей видимости сейчас у нас пик заболеваемости. Либо мы подошли уже к этому пику, потому что реально счетом идет на десятки тысяч. Я думаю, что никакие не 10 тысяч, а реально это десятки, 30, 40, 50 тысяч. Я сам вот доболеваю, скажем так. И вот в связи с этим, как ты думаешь, какой ущерб понесет украинская экономика? Ну, с точки зрения логики бизнеса. Наверное, не экономика в целом, а вот как ты мыслишь себя там в... Слушай, ну внутреннее потребление уже на дне. То есть оно будет еще там стагировать, падать, ему уже падать некуда практически. На едином казначейском счету осталось денег там на неделю-две. Что будут делать дальше, непонятно. То есть, ну это все уже грозит там не экономическим, а внутриполитическим нам большим кризисом. Все очень зависит от того, как пройдут сессии по продаже ОВГЗ. Все очень зависит от МВФ, насколько мы сможем политически с ним договориться. И, конечно, сейчас мы в таких условиях, что уже как бы нужно думать, где занять. И как сделать так, чтобы потом эти деньги отработать и отдать. То есть сейчас уже поздно латать пробоины, которые образовались за последние годы в лодке под названием «Украина». И как, хорошо, то есть в связи с этим, как ты думаешь, как пройдет бюджетный процесс? Потому что сейчас вот формируется бюджет. Ну, и из того, что ты говоришь, очевидно, что раз ты говоришь, что в бюджете ты видишь вот эти все дырки, то, ну, он... Я не знаю, как он пройдет, это политический вопрос, но единственное, что я хочу, чтобы бюджет был реалистичным. А что такое реалистичный бюджет? Когда доходная часть, которая заложена в бюджет, соответствует реальности плюс-минус, что реально собрать. А не сколько хотели, столько нарисовали, а потом мы его не выполняем просто там на 20-30 процентов, как было в прошлые годы. Хорошо. На этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Сияру спасибо за комментарии. Пока. Продолжение следует...